Привет! У нас сегодня пришли платья новые, но они без этикеток, то есть это стоп без этикеток. Там в основном Кашкаш, Промот, Шейн и еще есть Морган. Это французские бренды и, соответственно, французский стиль. Я хотела сегодня рассказать, как, допустим, можно их продать и кто на них целевой клиент. Видео по платьям, оно будет чуть попозже, я подробно расскажу и покажу эти платья. Просто хотелось вам, ну, как бы, ваше внимание сместить на то, как их продавать, как их лучше всего продать. Вот смотрите, упаковка маленькая, где-то примерно на 13 с копейками выходит. Там примерно от 30 до 35 платьев и в основном размер СКМК. Лки, ХЛки будет очень мало. Но, кстати, стоимость платьев получается от 400 до 420 рублей в зависимости, ну, вот, от вида платья. Все они летние, все они яркие, все они классные. И целевой клиент на них это девчонка от 17 до 35 лет. Если у вас есть такая клиентская база или вы ее хотите привлечь, то эти платья, они будут самыми на данный момент классными. Во-первых, смотрите, они, ваш магазин сделают ярче, потому что они летние и потому что они яркие. Во-вторых, молодежь приведете. Почему вашей молодежи это выгодно? Даш, можешь показать? Вот смотрите, я просто хочу показать, ну, как бы, чтобы вы, может быть, в дальнейшем пользовались. Смотрите, есть такое приложение. Сейчас я покажу. Не могу найти. А, вот, Vogue, 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 Vogue. Вы его можете скачать в Google Pay, либо в Apple Store, где угодно. Вот это приложение. Вот новые коллекции, да, вот коллекции. Смотрите, это тренды. Вот, например, платье. Я вижу, что мужская меня одежда не интересует, демисезонная меня одежда не интересует, деловая не интересует, подиум, ну, нормально. Вот, вот платье лета я вижу. Я захожу сюда. А давайте начнем с того, что что такое Vogue? Vogue – это то, что люди будут носить завтра, послезавтра и, может быть, даже через два года, когда это войдет уже, ну, выйдет с подиума и войдет в обычную жизнь. На что нужно обратить внимание? Фасоны и цвета, расцветки. Почему я вам это показываю? Потому что, во-первых, этим приложением очень удобно пользоваться. Вы можете сделать скрин, и вот у вас получится классная фотка для таких платьев. Потому что, вот хочу сказать, именно такие платья есть в наших лотах, и я вам их покажу. Вы их, допустим, сохраняете, оформляете, и вот вам уже идея для WhatsApp. Не нужно эти платья снимать на вешалке, не нужно привлекать моделей, потому что это на самом деле затратно. Вот, и вы можете использовать прямо вот эти платья. То есть, вот тут, смотрите, летящие, струящие, очень сложные фасоны. Да, вот, сборка, рюши, цветовые гаммы, корсетная тема. Вот, видите, вот эти вот летние. И вот здесь вот можно таких фоток набрать дофига. Смотрите, что дальше. Это, естественно, Vogue приложение. Вот так вот оно выглядит. Посмотрите, Vogue. Его можно скачать в Google Pay, либо в Apple Store. Дальше мы смотрим. Окей, Vogue – это Vogue. Ну, то есть, Vogue – это на самом деле можно просто последить за трендами, которые будут в цветовой гамме. И, то есть, его надо тоже правильно смотреть. Чтобы почувствовать тренд, чтобы быть в теме и на пульсе времени, не надо смотреть, о, конечно, это такое платье, где его взять. Вы смотрите на расцветки, на ткани и вот на пошивы. Вот, если когда плечи широкие входят в моду, там это видно. Если, допустим, платье с принтами, там это тоже будет видно. А теперь давайте посмотрим еще вот один лайфхак. Что предлагают современные площадки, которые много продают? Очень много маркетплейсов. Все нами любимые, восхваляемые. Ну, это шутка, конечно. Я знаю, что все переживают насчет этих маркетплейсов. Давайте посмотрим. Вот VB-шка. VB-шка, например. Вот у них сейл. Я просто сюда захожу и набираю. Платье летнее. О, очень все просто. И я смотрю. Как правило, на первой странице будут самые продаваемые модели. Либо те, которые подняты по рекламе. Я смотрю тренды и смотрю цены. Вот это детское платье от 890. И там, вот здесь самые дешевые цены в начале получаются. Самые продаваемые модели, самые дешевые цены. И или это реклама. Вот я смотрю. Вот смотрите. Ну, тут пиджак. Мы его брать уже не будем. Вот платье 6800. 889. Почему? Давайте дальше посмотрим. 2400, 1700. Вот я замечаю, да? 2500, 1800. Пожалуйста, летнее. 1769. Здесь я не вижу хлопок это, либо это синтетика. Я смотрю принты. Я смотрю модель. И я смотрю цену, которую здесь видно. Если вам нужна характеристика, вы можете уже здесь. Я думаю, что каждый умеет пользоваться. Я просто смотрю, что сейчас на рынке востребовано клиентами вот этой целевой группы. Потому что, давайте, вот, например, 1800, 1200, 741 распродажа. Ну, да, вот, 741 первое платье. Если, к примеру, вы берете у нас за 400, даже продавая их за 850, учитывая транспортные расходы, вы все равно, ну, предлагаете очень хорошую цену. А поскольку лот небольшой, там, где-то от 30 до 35 платьев, да, и дорого он вам не встанет, это 13 с небольшим тысяч рублей, у вас есть возможность попробовать. Самое главное, правильно их представить. И самое главное, понимать, кто клиент. Еще раз, клиент, девчонка от 17 до 35 лет. Если вы раскидаете рекламу на всех, что получится? Смотрите, как пулеметчик. Вот, вот, не может быть на товар клиент любой. На товар свой клиент всегда. И если вы правильно привлекаете нужную аудиторию, то вы похожи на снайпера. Ваши продажи в этом случае быстрее, ваши продажи качественнее, и кроме этого, вы не столкнетесь с по, как это назвать, с обманутым ожиданием. Вот, например, женщина сидит на работе, женщина размер, там, 52-54, пускай ей, там, 40 плюс лет. И она получает от вас сообщение. У нас модные платья, ле-та-та-та-та, она такая себе представила. Сейчас она придет к вам за 800 рублей, там, или за 1000, она купит себе платье и будет королева. Когда она приходит, что она видит, что, конечно, на нее там будут платья, но основная, как это, объем основной, это все-таки на молодые девчонки. Даже если на нее там по размеру будет платье, по фасону оно не подойдет. То есть женщины постарше носят фасоны другие. Вы сейчас сами это увидите. Поэтому в вашей рекламе, а в данном случае это ватсап-просылка, самая правильная будет сказать, на какую аудиторию эти платья рассчитаны. И чтобы эта аудитория хорошо подогрелась, вам нужно сделать будет скрины. И, конечно, не свайберлис. Лучше свок, либо еще, давайте я вам покажу. Вот мы с вами посмотрели Валберис, так, вот, почем продают, вот, 2600, 2300, да, вот такие платья. О, есть за 500, но неизвестно, какое количество. В основном за 500 и 800 вот мы увидели только 2. В основном, смотрите, 2, я вот вчера посмотрела, от 1600 до 2400. Вот такая, такой диапазон цен примерно на эти платья. Какая девчонка не захочет сэкономить, главное, ей правильно это предложить. Давайте посмотрим другой маркетплейс, например, Озон. О, это что такое? Смотрите, платье летнее. Платье летнее. Заходим сюда. Мы здесь видим, ну, 4400, 4500. Ну, Озон, это немножко, да, другое качество. На Ламоду мы с вами не ходим. Почему? Потому что Ламода, это совершенно другой маркетплейс, там совершенно другой клиент. Они, скорее всего, к вам ходят, но там цены другие, там уровень другой цен. Вот, смотрите, 2800, пятерочка, 2700, 974 рубля. То есть я смотрю фасоны и я смотрю цены. И я после этого понимаю, что моя цена просто мега классная. И я воодушевляюсь этой ценой и начинаю правильно формировать рекламный пакет для целевого клиента. Потому что я очень хорошо понимаю, кто целевой клиент на эти платья. Давайте дальше перейдем. Мы заходим в любой браузер, которым вы пользуетесь. Ну, например, вот я пользуюсь вот этим вот, да. И, например, точно так же набираю летние платья. Зачем я это делаю? Модные можно назвать, да. Вот так вот я нарисую. Вот, и у меня тут картиночки. Почему я это делаю? Потому что я не могу сделать скрин с Вайберлис. И я не могу сделать скрин с Азона. Потому что там реклама, там цена. Вам зачем рекламировать какого-то другого продавца, когда у вас свой товар и вам надо себя рекламировать. А вот, допустим, в таком браузере, вот, видите, вы можете совершенно спокойно сделать фотку. Почему? Потому что здесь они более жизненные. Здесь они более не такие, как ВОК. ВОК, это, понимаете, это шикарная прическа. И это все видят подиум. Хотя вы можете поступить, и сделав скрины с ВОК, чтобы, как сказать, ну, быть более на высоком уровне. Здесь более доступно. Вот вы делаете такой скрин, он делается на каждом телефоне по-своему. И, допустим, пишете на WhatsApp, либо запускаете в программку. Я, например, InSoft пользуюсь, да, который здесь вот можно что-то написать. Я могу сделать таких несколько скринов. Сначала просмотрев свои платья, да, а потом, допустим, я могу уже подобрать в интернете похожие, потому что здесь профессиональные фотографии, здесь профессиональные съемки и также модели. И это всегда лучше, чем вы сняли платье на вешалках у себя в магазине, где освещение может быть не то, либо там антураж не тот. И вот таким образом, сделав несколько скринов платьев, похожих на ваши, они будут похожи, потому что вы сейчас сами в этом убедитесь. Вы пишете примерно текст такой, что новое поступление трендовых летних платьев на молодых девчонок 17-35 лет. Девочки, все к нам, оденемся модно, за недорого. Ну, либо там недорого как-то негативно звучит, но оденьтесь выгодно в трендовое летнее платье. Ждем вас за приведенную подружку, так, вам скидка 5%, либо там сколько-то еще. И вот примерно такое красивое текстовое сообщение вы отправляете на WhatsApp для того, чтобы увидеть. Вот даже если ваш клиент женщина, у нее, возможно, есть дочка, и она эту дочку пошлет. Но когда эта женщина с дочкой пошлет, у нее не будет обманутых ожиданий, что она пришла к вам в магазин и для себя платьев не нашла. Она уже заранее сформировала правильную картинку, какие это платья. И вам ваши же клиенты могут привезти своих дочерей, либо дочерей-подружек, либо просто им передать. И таким образом у вас целевой клиент уже будет. И никаких обманутых ожиданий. Самое главное – это правильная реклама. Если у вас в магазине есть клиенты, которые 17-35 лет в достаточном количестве, то это вообще классно, круто. Но тогда делайте фотку не одну. Не надо снимать платье, если у вас нет зоны для профессиональной фотосессии на вешалках. Потому что такие платья на вешалках будут не очень хорошо смотреться. Они должны смотреться на модели. Потому что сейчас сложные фасоны с какими-то там вырезами. На вешалке, конечно, они не смотрятся. Ну а дальше дело уже за вами. Почему я это все рассказываю? Потому что платья действительно, не знаю, мне они понравились. И я хочу, чтобы вы продали их быстро. И продали их с выгодой. Эти платья отвечают этим требованиям. Но есть один нюанс. Вам надо попасть в целевика. Я очень надеюсь, что мы немножко разыгрались в этой теме. И вы точно попробуете и попадете в своего целевого клиента. А сейчас мы перейдем к показу этих платьев. Продолжение следует...